«Ваш главный враг не украинцы, не страны НАТО, ваш главный враг — это чеченцы». Вот такое прозвучало в эфире «Комсомольской правды». И ведущий «Комсомольской правды» попросил Алаудинова прокомментировать информацию о том, что Ахмад сбежал с позиции в Курской области и бросил без поддержки российских срочников. И в ответ Алаудинов начал ему кричать и заявил, что русские до сих пор считают своими врагами только чеченцам. Давайте мы послушаем. Знаете, в чём проблема? Такие же люди, как вы, не зная реально, что произошло и что происходит, вы берёте и разгоняете вот эту всю тему, знаете как, межнационалку, межконфессионалку, она разгоняется именно вот такими же людьми, как вы. Чеченцы же главные враги России. Для вас не враги украинцы, понимаете? Для вас не враги украинские банкформирования. Для вас не враги блок НАТО. Ваш главный враг — это чеченцы. Сергей Олегович, как вам такое? Ну, это абсолютно логичная вещь, потому что для Путина враги, главные враги на самом деле украинцы. Он с ними ведёт войну. Братья по вере и братья по этносу. Хотя, конечно, нельзя говорить, что это единый этнос, это единый народ. Каждый народ имеет свою специфику. Но, скажем так, близкие по крови люди. А чеченцы, наоборот, у Путина в фаворе. Но то, кто раскручивает эту межнационалку и межконфенционалку, как сказал Лаудинов, это именно Чечня. Потому что, когда чеченский эмир Кадыров позволяет своему сопливому сыну избивать русского православного в СИЗО, в нарушении всех российских законов и российской конституции, то, как это назвать, как неразгонка межконфенционалки и межнационалки. Когда чеченские боевики убивают ингушских боевиков в разборках в центре Москвы по поводу Вальберес, как это не назвать разгонкой. То есть, на самом деле, Чечня и, вернее, Кадыровцы сами всё это разгоняют, а потом пытаются найти какие-то отговорки. Ну, у Лаудиновы это смешные, конечно, вещи. Хотя, опять же, вы понимаете, они очень хорошо владеют риторикой. Они очень красиво рассказывают, почему чеченцы опоздали, когда их попросили помочь прийти в Ростов, разогнать Кадыровцев, этих самых вагнеровцев. Они очень красиво рассказывают, почему они не воюют на поле боя, а снимают ТикТок. Они очень хорошо рассказывают, почему они смотрели не в ту сторону, и почему украинцы их обошли и не стали выходить с ними на прямое боевое стыкновение, и поэтому почему, значит, этот самый Ахмат в Курской области не вошёл вообще в боевое стыкновение, а потом сбежал. Они это всё очень красиво умеют рассказывать. Но всем же понятно всё это дело. Кого он хочет обмануть, Лаудина? А может ли это привести к тому, что действительно сейчас чеченцы соберутся против русских? Ну, пускай соберутся против русских. Это будет Третья Чеченская война, да. Это всегда возможно, кстати. К этому всё идёт. Кадыров сам к этому ведёт, потому что всё, что он делает, это разжигание религиозной розни. И Путин, кстати, то же самое делает, потому что, когда он воюет с братьями православными, а дружит с Кадыровым, с талибами, с чеченцами, с дагестанцами, с ангушами, мусульманами по вере, с Алиевым мусульманином, с сирийским Асадом мусульманином, с Ираном мусульманским, с хизбаллой мусульманской, с хамасом мусульманским, с хуситами мусульманскими, конечно, он ведёт всё к тому, что будет резня огромная религиозная и на национальной почве. Продолжение следует...